девочки всем привет всем доброе утро времени 9 утра у нас дождь но по прогнозу погоды так и должно было быть как он вчера пошел я балкон помыла так периодически шел и соответственно сейчас тоже мои уехали в садик но успели до дождя вот он сейчас пошел так свежо так хорошо прям 17 градусов завтра послезавтра обещаю 20 23 без дождя посмотрим я вчера постирала вот это покрывала по идее по идее она мне как бы может быть и не нужно может нужно было ну стандартская до избавиться от него но девчонки у меня такие воспоминания хорошие с ним еще есть две накидки на кресло вот я его постирал у меня сушилка была занята я ее так и не притащила сюда в итоге она у меня на ванне ванну же я вытирала высохла сейчас надо убрать причем когда я его сюда вешала я его положила на пол и на полу было так хорошо с ним прям вообще замечательно но для чего нам не надо на дачу на пол и вот его положу где кресло стоят а которая от кресла накидка вдоль дивана чтобы нам босиком можно было спокойно ходить хотя она и здесь очень хорошо смотрится а что значит хотел сказать вчера и дети здесь сидели тусили мама ты же сказал когда на балконе уберешься мы будем здесь играть но очень немножко тоже поиграли как раз знаете так это дождь шел и они здесь играли и мы балкон был открыт наблюдали за этим всем делом так прикольно ну прикольно прям прикольно вот ванну едет я думаю что наоборот и когда коробки которые здесь будут стоять надо будет их сегодня поставить разберутся да в шкаф уберется все вот это вот часть будет свободно и все здесь поставим за шторку наверное скорее всего потому что мне как-то здесь больше нравится солнышко она идет с той стороны и получается вот так ну посмотрим посмотрим как получится главное что эту ванну надо увести обязательно потому что она прям напрягает глаз ну если вы допустим вот здесь присесть то в принципе ничего этого не видно правильно а вот это вот красота лежит а что сюда можно присесть и огонь отсюда присесть нельзя там тарелки ну коробка с посуды с какой-то с какой-то девочки чем ладно надо какие-то дела уже делать решила я девочки важное дело сделать позавтракать для начала да что чтобы потом не отвлекаться я когда я сыта мне хочется делать но когда я вот чувствую голод я хочу есть я думаю о еде что хотел сказать вчера сейчас резала ножом вот этим керамическим да а помните из фикс прайса маленький нож один у нас сломался моего выбросили или что там с ним случилось я уже не помню вот этот был 2 я его купила вчера мальчишкам яблоко разрезаю пополам знаю что целый не сидят она большое было разрезала на четыре части и косточки вынула положила все они взяли яблоки и одна половинка осталось я грубуйте есть не будем я решила ее доесть и на части вот ее порезала эту четвертинку и девочки думала что у меня откололся зуб представляете в итоге я смотрю думаю что такое а это от ножа осколок и но смотрю прям дырка в середине наверно он треснут был или вот он об косточку я не знаю лишь показываем как все чтобы этих ножей больше не было в доме а если дети там туда я конечно понимаю все это дело но девчонки я прям так испугалась ну естественно но это видим на мне потому что я бы увидела а тут я ножом пользовалась ну не смотрела просто резала потому что да я его положила я бы увидела это дело вот и в общем наверное больше не буду покупать этот керамический нож прям огорчивает сильно слушайте что хотел сказать вкусно вот этот сыр сейчас кусочек просто съела российский раньше сиреневую пачку покупала в магните нормальный вот этот и риска прямо есть время просит а вот сиреневая на не ела и вот это магническое масло тоже ничего 82 и 5 жирностью тоже ничего нормально вы хлеб девочки рекомендую кто не пробовал черносливом вкусный вера тоже его ест ну и как бы я тоже ем вот на завтрак мне очень хочется таких бутербродов в общем ладно приятного всем аппетитом и мне тоже смотрите у меня герань будет зацветать такая наверное с розовиной она не белая а такая будет белая бледно-розовенькая красивая я знаю что надо было наверное мне валюша говорила обрезать чтобы листья жирный кустик был обрезать этот цветок меня хотелось посмотреть какого цвета будет а сейчас вообще жалко кстати даже не смотрела что там с корнями нормально все а если мне вот так обрезать вот так вот и посадить вот это вырастут там веточки новые и поставить воду цветок когда цветет или не стоит даже трогать посадить сразу но арсений будет сажать жалко теперь уже цветок уже блин и цветет сейчас посмотрим но напишите мне пожалуйста это я достала размораживаться колень у нас вчера вчера пюре было на ужин и свинина кусочек был небольшой лёша жарил очень вкусный свинина бы получилось и осталось два маленьких кусочков мало вот на ужин будет пюре с голенью и вот у меня стоит посуда на дачу надо ну она помытая соответственно что с ней сделать отвести яблоко яблоко это я могу съесть такое яблоко дети не будут кто-то видимо не доел и оставил что-то у нас девочки так свежо вообще после дождя даже холодно я бы сказала в эту сторону ветер дует засвечивает вас до холодно спали чуть-чуть приоткрыто окно может из-за того что сквозь миг был наверно мне прям ножи ноги замерзли но свежо дышится мне нравится поставить противоположную сторону и уж не стоит у меня здесь переночки дачные которые мы на стол кладем я рассказывала историю этой перенки вернее наверное рассказывала это была ткань которая еще я себя маленькой-маленькой помню лежала там три метра по моему три на три кусок метр на три и в общем мне жалко было ее раньше использовать там туда-сюда когда у меня дети появились я пеленки шила а она знаете какая фланелевая неудобно было пользоваться но расцветка вот эти пингвинчики мне очень нравится вот слушайте не могу себя заставить девочки я уже поел и на комментарии подвечала и кровати застелила полы меня помыты но мне сейчас если я займусь вот этим вот чтобы переставлять все на балкон мне придется опять их мыть потому что там коробки уберутся за коробками же я не мою каждый раз соответственно надо будет там помыть а я вчера-то девочки я вчера всю квартиру помыла потому что то что следы и следами но я же пыль летела я себе сквозняк устраивала поэтому пришлось я не планировала но пришлось помыть зато свежо хорошо когда мои пришли я говорю поедет смотри чем я занималась то он пошел молодец там туда-сюда я не хотел браться за это ну ты молодец я грудок потому что я понимала что если он возьмется он мне скажет это выкинуть то есть его надо все оставить я в принципе оставила такой что выбросил вот а моего надо выбросить обязательно поэтому вчера значит говорю нам же надо начинать уже блин так засвечивать подождите как мне вас поставить чтобы и времени тратить да и в то же время так насчет ремонта с одной стороны я хочу чтобы он извините что я вас вот так вот за перенесла с одной стороны я хочу чтобы он начал уже поскорее делать потому что когда придет кровать девочки я не хочу не дня спать на диване как только придет кровать я хочу в этот же день я не хочу чтобы матрас лежал знаете и и в общем поэтому не хочу вот эти вот тряпочки я использую вытираю со стола ну все то есть я руки не вытираю со стола не довожу до того момента чтобы они начали вонять но просто очень удобно в руке держать их вот и говорю вы знаете что мы же как здесь хотели сделать заштукатурить зашпаклевать подготовить стены к поклейке обоев и не трогать больше их обоями я хочу заняться там потому что ну не под покраску хочу в принципе а хочу что-нибудь именно обои с каким-то рисунком ну таким вообще не навязчивым не знаю девочки это короче я не хочу думать сейчас об обоях может быть под покраску лежит без разницы и а про потолок мы как разговаривали он говорит оптом дешевле у них же есть он же в разных на разных объектах работает в плане он работает в организации которая берет объекты у них есть постоянные потолочники и высокая стоит я не знаю ну ладно не знаешь не знаешь узнаю узнаю я бы сейчас узнает это же недолго правильно взять и позвонить он как то чтобы мне позвонить там парню мне надо бригадиру позвонить взять номер телефона потому что как бы они мне не друзья не товарищи я только знаю сейчас узнаю блин а меня бесит я пишу насти которая мне ногти делать кстати меня ногти во вторник только вставляете ну потому что у него все заняты сейчас там педикюры делают если зимой допустим пореже делать сейчас постоянно и звоню насти глюда не номер потолочника потому что у нее потолки ну по крайней мере у таиси в комнате по моему насти тоже сделан потолок она не говорила что нормально все ну я визуально тоже посмотрел нормально нормально она мне тут же номер скидывает я тут же короче пишу спрашиваем вот 300 рублей стоит квадратный метр до квадратный метр в общем он короче насчитал нас комната 11 квадратов я ему на вскидку сказал что будет 10 светильников не знаю 10 не 10 но в общем на вскидку даже чтобы понять а ниша под штору стояков говорю никаких нет в общем 8 700 у меня считал я к нему пристала говорю а будет ли какая-то скидка он как ну со следующего будет ладно ну выходит значит лёша я здесь разговаривала алёша видимо на балкон курить курить ходил и там разговаривали хоть ну мне сказали что типа 300 рублей не будет я говорю мне тоже сказали 300 рублей не будет я тогда не будем связываться с твоими потому что ну я не люблю со своими связываться да я крутая тогда вот ладно и мне этот парень говорит а гордину для штор купили я бы нет я могу с собой привезти 120 рублей метр то есть в размер уже отрезан нам надо 290 это сколько там полос три фотку мне прислал потом это святильники вы освещение купили я говорю нет причем мало того это он сам сказал про него изначально потому что мы даже об этом свете не думали то есть у нас задача какая стояла подготовить стены и чтобы поставить кровать с матрасом и соответственно шкаф и я бы нет не купили и очень он сказал на спартака 22 есть магазин вы можете туда сходить там выбрать мне артикулы сказать ну в общем скидка будет я думаю как замечательно я там не такие люстры не планирую вешать просто будет точечный свет у нас там вот выключателем на два этих то есть два освещения можно сделать вот начали вчера с лёшей как что туда-сюда пока в голову ничего не идет потому что не смотрела другой стороны я хочу чтобы это было максимально бюджетно просто то есть какие-то светильники да ну чтоб хорошо они светили все что я хочу и ну вот он сказал 8 700 да с этими десятью отверстиями под светильники ну соответственно плюс светильник если он стоит вот 150 рублей ну грубо говоря там рублей сто семь короче что в 10 тысяч ложится и уже чтобы не касаться этой комнаты допустим обои поклеить это несложно это недолго и риска есть и поэтому вчера решали вот этот вот вопрос то есть мы не хотели делать потолок но я врачу его не сделать сразу ну почему не сделать раз уж комната будет вся белая может я и обои пойду быстро выберу да и поклеим главное прийти туда где большой выбор а не так что по чуть-чуть у нас на ташкентской на велижской есть подвале магазин он вообще был мусенький визуально а он в подвале очень большой вот может быть просто туда съездить в одно место ну или в леруа кстати я в леруа накидала список белье пострела сейчас надо повесить список накидала того что нужно на сайте посмотрела спасибо девочки кто писал про леруа про стулья 400 тысяч от рублей они там стоят вроде есть наличие не помню около 500 сначала думаю надо не надо теперь думаю надо если сейчас будет более-менее порядок на балконе значит стулья я хочу все-таки потом знаете что еще хочу все-таки посмотреть там силиконовую до рынка я добраться не могу если у меня целый список есть потом когда уже поедем я вам этот список покажу если поедем в этот леруа что ты же я там еще хотела что-то мне говорили посмотри еще там не помните я тоже не помню вот и короче говоря не хочу переезжать сюда потому что сейчас там будет грязь с одной стороны другой стороны не представляете будет диван стоять он займет вообще большую часть комнаты но мой стол не куда поставить может в прихожую его пока поставить однозначно диван сюда до детский стол либо вот сюда вот в это место либо к окну и начнется опять грязь только более-менее знаете вот изначально уже привыкла что вот все чистенько и нормально с другой стороны быстрее бы начать вот а вот эту комнату он будет штукатуре когда дети пойдут в отпуск потому что сад в июле в отпуск он уходит чтобы их из сада не выводить потому что он говорит мне неудобно будет ездить за ними привозить их на дачу да и соответственно потом ехать сюда потом опять приезжать на дачу ну как бы это неудобно кататься туда-сюда надо вывести я бы не надо никого никуда выводить значит в июле вот и все нашу комнату сделаем потом уже чтобы здесь они не ночевали когда вот это вот будет все сохнуть вот эту комнату будем закрывать он сказал что типа тонким слоем будет делать быстро высохнет у меня так уж девочки хочу быстрее и со шкафом я смирилась все будет хорошо все будет красиво так что посмотрим как будет девчонки посмотрим сейчас я белье повешу вот да надо блин коробки переносить мне вот эта погода радует то что не жарко а с другой стороны солнышка нет когда есть солнышко работоспособность повышается да именно вот голубое небо солнышко туда-сюда ну как-то блин прохладно на секундочку ирис лежишь тут еще параллельно сверлят если будет перебивать уж извините да и мне кстати надо монтировать вчерашнее вчерашний балкон над монтировать я поставил на стабилизацию сейчас стабилизация пройдет и тоже пойду монтировать чтобы ну побыстрее а только потом бегом-бегом будет получаться что боишься до каждый раз драйвешь расслабься получаю удовольствие ушла лежала на диване хотела застелить покрывала не застелила и идет сейчас опять ляжет но я только начала застилать не дала мне застелить девочки любуюсь на эту красоту написали мне вчера что оксана самое место есть спальне нет не самое место самыми на спальне и никто видеть не будет а самое место как раз таки ей вот там где я говорю потому что ну и там чаще мы находиться будем мощь очень красивая картина смотрите кстати у меня комод пустой ну часы кто-то положил а так пустой комод никто не это ничего ничего и ну то есть никто не я ничего не кладу и код в этой куче мне нужно разобраться здесь шторы ну тюль да и вот откуда вот это все копится я не понимаю ну конечно вот эти писульки которые я использую на пакете на коробочке из-под чая девчуля а девчуля надо быстрее застилать а то сейчас опять ляжет василек слушать хотела отдельным обзором снять наверное девочки сейчас вам покажу потому что нас пригласили на юбилей там кое-что как раз есть в подарок и в то же время тут немножко я сейчас прямо выну и вам покажу посмотрите пришла вот куда я девчонки туда и она я в кухню она в кухню я там туда туда она везде ходит за мной прямо девочка маленькая делать ладно все 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 лежи малышка в общем девочки значит в подарок я заказал вот такой комплект постельного белья это сатин вот на то он и любимый василек что он шьет на заказ именно то что вам нужно да по индивидуальным размерам вот смотрите я выбирала двушку с европросты ней наволочки 50 на 70 в общем у меня 4 наволочки 50 на 72 из них на молнии две без молнии но мне кажется чаще мы наволочки меняем до чем постельное белье ну кто-то чаще сразу меняет вот я вот так делаю да я считаю это идеальный вариант и получается две наволочки будут в этой расцветке а две другие наволочки будут цвет простыни однотонные и как бы не надоест и в то же время интересно просто простыня на резинке 160 значит вот а пододеяльник на молнии вот это вот огромнейший плюс васильке во первых сатин отличного качества вот это у меня тоже постельное белье из сатина обожаю его и поплин тоже хороший и вот тоже в подарок заказала три вот таких полотенца это туркменистан они пышные узбекистан потоньше и я люблю туркменистан но для кухни лучше наверное узбекистан если кухонные брать здесь значит размер 70 на 140 этот 10 на 90 и 40 на 70 вот в таком вот приятном по моему это бежевый цвет не помню девочки на самом бежевый хлопковый очень хорошие полотенца так для себя и заказала два вот века пришла отлично а вот как раз и века пришла а вы спрашиваете где века вот века великая пришла ко мне в гости когда дело позавчера насти дело вот у меня старые пойду я только теперь во вторник прикольно уже ходила и понравилось ясно ну хорошо ну давай заходи посмотришь вау специально встала красиво века тебя не было жаль но следующий раз ты с мальчишками тоже ты будешь нет но там на выходе из кухни красиво с мысли вообще-то это как бы такая же фотография есть у меня просто ярко у меня тут брови накрашены причем они не одинаковые брови если на них посмотреть они не симметричные потому что у меня на самом деле так я не стала ничего там поправлять вырезать вот как она есть на самом деле так и оставила думаю чего единственные волос видимо добавили ну так красиво что нет а что так девочки продолжим вот такие вот два полотенчика заказала причем увеки вы такого цвета сумка век принеси сумку этот цвет темная орхидея но красивый цвет я все время хотела не получалось заказать потому что быстро разбирают все а это зеленый цвет вот мне нравится что они не яркие то бывает меня на яркой тянет то не на ярко вот эти вот 20 дай сумку смотрите практически практически такая сумка вот я живьем вижу ну скажи похожи же да вот она камеру передает немножко неправильно ну во-первых материалы разные в середине вину отдает полотенца далее девочки заказала на дачу платье сейчас по мере он такое достаточно длинное должно быть но мне если полоть что-то чтоб мне ничего не видно было серьезно для дачи по-моему 60 размер 58 и фартук хочу попробовать дома носить фартуки я знаю просто девчонки многие носит а во-первых красиво во вторых я руки вытираю все время об штаны а не полотенце ну хотя буду об фарту красиво и еще почему девочки почему потому что он горошек понимаете льняные полотенчики вот такие заказала потому что вот этот цвет подходит под цвет стульев я думаю что красиво будет смотреться на нашей серой столешнице и вот с этим вот цветом ну так вот сочетание до моменты пересекаться будут лёша вот такую вот футболку лёш сейчас нет уж потом когда-нибудь покажем футболку такой цвет знаете какой мятный меланж вот она такая кстати меня что-то потянуло на это на все смотрите ну тоже похож не насыщенные цвета хочется чего-то видимо спокойного так я говорила что появились платья красивые вот одно платье мне одно платье вики яркое такое до 60 размер и цвет вы видите по насыщение он опять же такой очень похож кстати на полотенца девочки ну похож но на камеру ярче передает а так пажи по жизни похож в общем классная расцветка не знаю пойдет ли мне не потеряется ли на мне ну сейчас померяем посмотрим девочки его для арсения заказала вот такие вот шорты это на рост 134 я боялась что они маломерят то что это бани то у них бывает такое но нет они не маломерят но опять же будет просто ниже колена вот такие вот хорошие шортики и вот смотрите вот эти синие арсению и вот эти вот феди тоже будут они не очень короткие вот это 110 рост вот это вот 122 по качеству очень хорошего прям ну я думаю что кто заказывал бани ты знаешь что кажется хорошее просто бывает что-то маломерит они вот эти модельки не маломерит и цена очень бюджетные чем девочки ссылочка как всегда в описании под видео и на инстаграм на сам сайт любимый василек 8 девочки мы смеемся конечно 44 размер вот она платье возможно если будет повыше кто-то но вика с меня ростом между прочим поэтому на модели прикольно или размер над был меньше но если плечи на месте ну то есть опять же она молоденькая если на женщину по это то может здесь будет сеть как-то покрепче плечики то в принципе на ну на был 42 размер здесь тоже не угадаешь потому что вот сейчас на пижамке померят они 44 размер платье вот верни спиной но зато все продуваемое а что прикольно дом будешь носить она тяжелая сейчас ладно сейчас я поверю сейчас я скажу давай переодевайся пока века переодевается хотела показать вот у нас упала штора ну короче скотч плохой скотч дорогой девочки но скотч плохой вообще надо будет но отвалилась за счет тяжести до что сверху полетела короче говоря его здесь вот боковина теперь только две вот эти стороны закрываю я чтоб цветы от солнышка кстати про чеснолук вот я этот цветок имел ввиду очень похож только этого листья более такие не такие жирные сочные посуши а там такие были 2 готова чем вот такая вот пижамка как тебе спиной хорошая пижамка все давай там еще что-то а давай давай в общем вот эта футболочка которая с авокадо в прошлый раз я заказывала тебе к а ты не видишь себя не смотрела а тебе вылез такой нравится да и риска здесь тут же тут же пришла как же без нее то нравится она будет спускаться на плечо тогда ну-ка сделано одно плечо ну вот девчонка молодым наверно вот так вот прикольно чё просто когда мне говорили что проймы не то или что как там вылез не тут я думал это как раз для молоденьких девочек давай переодевайся в общем девочки помните не помните вот этот костюмчик который мальчик просто танец девочки говорю быстро потому что все равно продолжают шуметь ремонтировать его в общем вот майка от того костюма шорты на вики но показывать не буду потому что майка закрывает в общем как я и сказала что плохо тянется и соответственно майку она возьмет сорта подружки отдаст ну потому что сильно в обтяжку шорты прям сильно а майка свободно а спиной повернись мальку посмотреть вот борцовка как борцовка ведь она сзади прикольно но с джинсами если только и и она она на ней свободно а шорты нет подружки у которой попа поменьше у тебя же есть такая марина к примеру лина да у тебя ты женская фигура у них они еще девочки девочки слушайте девочки мне нравится если к зеркалу пошла прохожу мембик вот на тебе хорошо я думаю кстати даже расцветка будет не очень хорошо мне расцветка нравится смотрите ну вот цвет вы правильно видите я хотела темненькая да вообще в нем так классно девчонки в нем так классно вот 60 размер нет с одной стороны конечно если она была как-то вот так было бы наверное ну как то здесь вот такая модель я буду в нем дома ходить вообще спокойно на даче мне кажется мне в нем будет жарко мне хочется чтобы было более открыто дача там другой который для дачи заказала да я покажу а вот здесь кармашки есть девочки мне нравится и мне даже кажется что она меня стройнит ну вот вот такой вот фасон да а куда же я буду в нем только дома что ли получается прямо юбка так прикольно слушать мне нравится девочки я переживала я думала будет наоборот остановить и будет хорошо в общем как-то так смотрите вообще вообще мне в нем так свободно то есть и правильно сделала что вот рукава то видите они прям вот хорошо у меня все мяты да а так если бы я взяла пятьдесят восьмой ну мне думаю тоже нормально было бы прикольно прикольно слушайте девочки я иду что мне это нравится во первых очень легко оно такое трикотажное такое сейчас кто-то будет писать бабской не бабской мне комфортно мне классно вот я согласна что у меня есть сарафан на даче кто меня давно смотрит такой бабский он на пуговицах такая прям сарафан рассветка бабская но она меня стройнила вот это вот платьица прям ну прям смотрите она практически по щиколотку по косточке на ногах вот я считаю то что здесь разрезать можно прям вообще классно и не знаю насчет дачи девочки потому что как мне хочется вроде бы даже и дома его носить ну смотрите в нем можно спокойно сесть на диван ноги скрестить потому что она свободная да они в какой бы там туники продувает все хорошо и вот если там наклониться куда-то чё-то вот допустим ну я там грязком наклонюсь вообще классно классно мне нравятся девочки расцветка более вот модель вообще классная почему вот такая вот расцветка она хотя в принципе чё женская расцветка мне уже почти сколько мне лет девочки кстати у меня на голове супер потому что я вчера в душ-то сходила после балкона волосы как высохли так и высохли поэтому девочки простите я дома а вы со мной как всегда ну слушайте пойду фартук сейчас прям поверх этого платья надену да мне нравятся девочки 58 размер это да сказала надо было отдельным видео с одной стороны снимать с другой стороны ну и там же чуть-чуть было вот просто я долго меряю ну блин все как обычно что мне девочки фартуки это не мое я теперь как баба начальники нет ну я уже чувствую что я его не буду играть потому что у меня есть с другими веревочками тоненькие вот он из рогожки он достаточно плотный еще и объемный я тени ношу я думала что вот горошка он меня как-то смотивирует нет я сейчас вику позову на на ней она по стройней ну ну куда скажите да сейчас посмотрим может может ей ну нет ну куда нет 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 ну конечно тут как раз руки вытирать очень удобно между прочим век по мере фартук вот у себя футболка вот не в этот раз носит на кстати со школы пришла вот на школу ходил в такой футболке куда-то спиной что-лить и к тебе спина хотя бы подожди надо талию найти нет я к тому что потому что я сначала себе завязала под грудью ну вернее завязала на шее а получилось высоко у тебя оттуда это закончится куда-нибудь молодого человека будет встречать только в фартуке ну что мне с ним делать ну я его не буду носить возьмешь если не надо я его найду кому подарить вот насильно я тебя заставляю короче говоря что ты его взяла ну не хочешь не надо просто куда мне мне делать не то что ну не надо было ну не надо почему такой вот между ног между пальцем вот эта штучка между пальцев и там такая испугалась что там ну нет ну фартук девочки вика выбирает сережки какие вот висячие висячие у нее есть сережки на всякие разные но не висячие и в общем она спрашивает как какие лучше девочки вот повернись от ну любой стороной посмотрите вот эти хорошо смотрится да вот прямо хорошо вот так вот то есть когда на одном ухе одна на другом другой вообще непонятно она повернулась от блин классно прям классно а другой стороной и вот это вот хорошо смотрится и вот это обе у нее черное платье будет не выпускной школе и вот на чем определите какая больше еще какая больше серега нравится вот это а мне вот вот это а знаешь почему еще больше поверни потому что белая освежает вот эти огла прямо не как ты под глаза потай подходит мне так кажется хотя мне это нравится понимаешь другие башни ну давай так фокус плохо ловит плохо видно ну тоже да мне кажется они более женские это вот мои серии которые я постоянно ношу а ты правильно я делаю ну да про а другую а поровнее как нибудь ну вот так покрути головой а что на голове будет я еще не присталась на распущенную можешь просто забью а у тебя все где-то вообще будет видно не знаю ну ну не знаю вот насчет этих и тех и других ну не знаю если ты за уши будешь волосы делать то потряси головой короче век решать сама вот честно но тебе все идет я не могу ничего сказать там вроде бы это неплохо вот это вот объемная она как бы вроде смотрится ну как-то фокус очень теряется лик подумай сама и а потом мы девочка скажем или не скажем я просто не знаю честно мне как-то все на тебе нравится поэтому раз висячий хочет значит выбирай тогда а их не видно так телефон то есть страна а вот этот нет вот это вот этой вот еще какие они увидите да они сильно блестят и вот она говорит может быть ну да вика под дождь попала так что девочки у него влажные не обращай внимание вот и что я хотела сказать ну да может быть ты возьми несколько тогда и дома с прическу уже посмотришь да потому что так как бы ну тяжело смотреть там уже будешь и видеть по обстоятельствам но тоже хорошо и вот эти вот не блестеть будут хорошо в то же время на такое ощущение что ты зеркало смотришься вот серьезно говорю вот я просто об этом подумала что ты стоишь такая тут красуешься а я вообще-то как бы снимаю я-то тебя вижу ну давай ладно девочки всем привет мы с Викой решили попить чай ну точнее перекусить рассказываю значит чем закончилось то что она выбирала серьги я ей все серьги отдала и она пошла в самых последних сережках это которые круглые с камешками на последний звонок вся такая красотка но я ее не спросила разрешение показать вам если что покажу позже просто сейчас воскресенье я озвучиваю это видео час ночи мои все спят спасибо большое вам за переживание куда мы пропали что случилось девочки слава богу ничего не случилось просто мы сегодня второй половине дня ездили на юбилей ну и соответственно приехали это знаете я как этот как сайгак металлы здесь потому что приехали в районе девяти часов нужно было детям купаться потом ногти стричь и в общем уши чистить все вот это вот дело нужно было подготовить до детей уложить спать потом значит лежа пошел душ потом я сходила и в итоге девочки пока я переделала все дела времени час ночи я села озвучивать вообще я это видео монтировала на даче в субботу и десять раз вам субботу об этом сказала но вы еще не посмотрели задержка у меня будет на два дня получается у нас тоже там знакомые пришли к нам на дачу да вообще к вере ну ладно там все увидите и было много народу много детей и я озвучила вот этот вот момент о чем мы с векой болтали там туда-сюда ну девчонки постоянно были посторонние звуки шумы то пилили то косили то дети забегали то еще что но в общем ничего мне не получилось я просто перенервничала из-за этого всего дела психанула и сказал нафиг ну не буду я в торопях ничего делать значит приедем домой и я спокойно все озвучу века ко мне пришла ну вот она пришла за сережками мы с ней поболтали вообще если вам покажется что я как-то стебусь над ней или шутки у меня какие-то плоские потому что ну может такое показаться у нее очень хорошо все с чувством юмора у нее подвешен язык я уже много раз это говорила девочки вот вы заметьте я я только ем века в основном говорит ну потому что она делится тут со мной как они на 9 мая погуляли допомним 9 мая вот вообще мы с ней созваниваемся переписываемся но она несколько дней не приходил у нее же последний звонок потом они и репетировали танцы потом одежду покупали вообще она пришла ко мне по делу на самом-то деле но я даже не знаю стоит ли об этом говорить ну как бы стоит не стоит наверное стоит этого поводу отпуска я не решалась ей сказать потому что у нас большие сомнения то что мы куда-нибудь поедем вот в июле если турцию не откроют и предложат нам что-то другое тогда соответственно мы ну выберем что-то другое а если в общем короче девочки у нее мама с сестрой они едут отдыхать на наш российский курорт в июле в начале июля века не собиралась ехать ну там потому что материальные сложности какие-то там туда-сюда мне просто и вроде бы сказать и не сказать но если у нас в июле тоже не получится то полу я переживаю за веку в общем я решила так что пусть она и я решила да я решила потому что я и написала сама лично грибик мало ли вдруг не получится поехать езжай с мамой они уже купили не играть до купить нельзя путевку ну или там они своим ходом едут в общем мы оплатим ей проезд потому что мало ли не получится в июле а может быть получится в сентябре а в сентябре века уже будет поступать то есть скорее всего тогда она не с мамой не поедет не с нами не поедет да то есть она только поступит и и что и на учебу забивать я понимаю что ладно я перед своими детьми как бы мне будет неудобно там туда все но мне перед ней будет неудобно я поэтому говорю но опять же если у нас получится поехать в июле естественно мы ее возьмем с собой она поедет с нами это как бы не обсуждается просто здесь вот такая вот ситуация складывается то что в турции сейчас происходит непонятно что ну как бы по предварительным прогнозам что типа турцию не откроют ну 1 июня ну знаете что говорят москве курдой от а возьмут и откроют вот но очень страшно нам ехать потому что я по те ящи телевизор не смотрю девочки а тут по телевизор посмотрела он зачихнула девчонки видели не видели я прощу смотрю зачихнула и по моему а нет не на этом моменте но в общем очень страшно там происходит что вернее не там у нас россия то что болеет молодежь и по два месяца болеет так что вот на 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 болтались девочки все давай драга пока созвонимся удачи тебе вот стою девочки и понимаю то что нужно все вот это убирать просто вот это и все время на фоне вот мы с викой чай пили громко она разговаривала потому что сверлили стучали мы даже уже на балкон потом ушли хорошо что там табуреточки есть вот мне сейчас вот это нужно будет убирать и я сяду монтировать потому что ну не успею тогда и что девочки хотела сказать коробки подождут ну и уберу я сегодня коробки все равно мы не будем сегодня диван переносить а вообще по идее нужно начинать вот этих коробок убирать потому что ну там коробки я не помню даже что там и вот и бы убрать и на них уже поставить то ну то что я открываю периодически беру да но если сегодня вот это вот все дело убирать соответственно здесь будет и куда я телефон положу я туда телефон кладу круче так подумала что сегодня не надо сейчас просто вот это все сложу и буду монтировать я просто включилась с вами попрощаться шумно шумно слышите в общем спасибо что были с нами девчонки всем пока пока и